Будьте осторожнее с вещами, которыми до вас пользовался другой человек. Борис Ратников о том, как распознать энергетически опасную вещь. Более ста лет назад известный ученый Владимир Бехтерев озвучил идею о том, что мы окружены не только физическими микробами, но и психическими. Последние, хоть и не видны под микроскопом, действуют на нас везде и всюду, как настоящие физические микробы. Бехтерев говорил, что психические микробы передаются от человека к человеку через слова, поступки, книги и прочее. Психический микроб, подобно паразиту, проникает в человеческое сознание и может заражать его какими-то идеями и побуждать на те или иные действия. То, что Владимир Бехтерев относил к психическим микробам, генерал-майор ФСО Борис Ратников называл энергией. Ратников утверждал, что обмен энергиями происходит не только между людьми, но и между нами и вещами, которые нас окружают. По словам Ратникова, любая вещь пропитывается мыслями и делами своего хозяина. И если она попадает к новому владельцу, то может не только заразить его чужими эмоциями, спровоцировать на какие-то поступки, но и вызвать болезнь. Именно этим некоторые чужие вещи могут быть вредны и даже опасны, если попадут в руки к новому хозяину. Некоторые, но не все. Борис Ратников рассказывал, как отличить такую энергетически опасную вещь. Вещи несут судьбу своего хозяина. В своих книгах Борис Ратников называет человека энергоинформационной биосистемой. Обмен энергиями между людьми представляет собой непрерывный и постоянный процесс, влияние которого на себе может ощутить каждый человек. Например, после общения с одним человеком мы чувствуем прилив сил, а поговорив с другим, ощущаем, как наша энергия, а вместе с ней хорошее настроение, куда-то улетучились. В таких случаях потеря энергии происходит почти насильственным способом, без участия нашего сознания. Вот почему так важно осознанно формировать круг своего общения, сводя к минимуму контакты с так называемыми раздражителями, отнимающими вашу энергию. «Знали об этом и наши предки, которые говорили, с кем повожусь, тем и займусь», — говорил Борис Ратников. У вещей также есть своя энергетика. Борис Ратников считал, что каждая вещь заряжается энергоинформационным полем того человека, который ей пользуется, и несет судьбу своего хозяина. Поэтому, если к вам попадает чья-то вещь, важно знать, кто был ее хозяином до вас, и как сложилась судьба у этого человека. Чтобы не быть голословным, Борис Ратников приводил немало примеров влияния чужих вещей на своих новых хозяев. Остановимся подробнее на двух ситуациях, рассказанных Ратниковым. Однажды Борис Константинович решил зайти в гости к своему товарищу, который недавно получил новую должность и переехал в новый кабинет. Ратников застал своего знакомого в плохом настроении. Мой товарищ рассказал мне, что после переезда в новый кабинет у него каждый день болит голова. Пока мы разговаривали, мое внимание привлек красивый восточный ковер. Он находился на стене прямо за креслом моего товарища. На этом ковре веером висели кинжалы. Я спросил, как они оказались у моего знакомого. Выяснилось, что они трофейные, рассказывал Ратников. Борис Константинович предложил своему товарищу убрать из кабинета трофеи и посмотреть, как изменится его самочувствие после этого. То ли от самовнушения, сделанного Ратниковым, то ли от того, что чужие вещи были убраны из кабинета, головные боли действительно прекратились. По этой причине я никогда не принимаю в подарок антикварные вещи. Они могут быть заряжены отрицательным полем человека. Такая вещь не только будет менять энергетику окружающего пространства, но и негативно воздействовать на нового хозяина. Хозяин ее заряжает. А мы можем снять либо его программу болезни, либо программу поведения. Как опередить энергетически опасную вещь? Второй случай произошел за самим Борисом Ратниковым. Много лет подряд Борис Константинович стрикся у одного парикмахера. Эту женщину звали Мария. И когда она ушла на пенсию, Ратников продолжал стричься у нее на дому. «Мария усадила меня напротив старинного зеркала. Прошло 7-10 минут, и я вдруг почувствовал себя плохо. Мария измерила мне давление. Оно было очень низким, хотя я много лет страдаю от высокого давления», – вспоминал Ратников. История с плохим самочувствием повторялась всякий раз, когда Борис Ратников приходил на стрижку и садился у зеркала. Когда это повторилось три раза подряд, я уже понял, что это связано не со мной, а с тем местом, где я нахожусь. Я спросил у хозяйки дома, откуда у нее такое зеркало. Оказалось, что оно досталось от прабабушки в наследство. Прадед Марии во время раскулачивания забрал это зеркало из дома одного барина себе, так Ратников нашел причину своего плохого самочувствия. Однако нынешняя хозяйка зеркала никаких изменений в своем самочувствии не отмечала. Таким образом, не всякая чужая вещь, обретая нового хозяина, будет воздействовать на него негативно. Чтобы это определить, в первую очередь нужно полагаться на свои ощущения. Если чувства неприятные, когда вы находитесь рядом с вещью, то лучше это приобретение у себя не оставлять. Вспомним о том, что Борис Ратников считал, что вещи несут судьбу своего хозяина. Поэтому опасную вещь можно определить также по неприятным событиям, несчастьям, конфликтам в семье, болезням, которые начинают часто происходить после ее появления в доме. Не нужно выставлять свои фотографии на показ. Борис Ратников рассказал о том, почему увлечение фотографированием себя может быть опасным. Благодаря техническому прогрессу сегодня фотокамера есть практически у каждого из нас. Фотография стала доступна любому человеку. Но у этой медали есть и обратная сторона. Многие люди ежедневно выкладывают свои фотографии в сеть, чтобы самовыразиться или похвастаться перед другими пользователями. Но мало кто задумывается о том, что любой такой снимок содержит в себе информацию об оригинале. Генерал-майор в отставке ФСО Борис Ратников, которому принадлежат эти слова, в одном из своих выступлений рассказал о том, почему опасно выставлять свои фотографии на всеобщее обозрение, и к чему может привести чрезмерное увлечение селфи. «Любой человек может использовать выставленную на показ фотографию в своих целях». В выступлении Борис Ратников делился своими наблюдениями о том, что для многих современных людей цифровой аппарат или телефон с камерой является едва не главным развлечением. Люди будто одержимые, фотографируют себя друг друга, делая до сотни снимков в день в различных ракурсах, меняя одежду и обстановку. А затем все это выставляется на всеобщее обозрение. «Таким образом, любой человек получает доступ к вашей фотографии и может использовать ее в своих целях», — говорил Борис Ратников. По словам Бориса Константиновича, на человека можно воздействовать через его фотографию, так как снимок несет в себе всю информационную карту об этом человеке. Кому-то может не понравиться то, что изображено на вашем фото, а кто-то вам просто позавидует. Мысленный негативный посыл через фотографию достигнет своего оригинала. Человек даже не будет догадываться, почему на него вдруг без причины наваливалась усталость, будто бы он таскал мешки, или почему на него, как из рога изобилия, сыплются разные неприятности. Таковы могут быть последствия негативного воздействия через фотографическое изображение на человека, — пояснял Борис Ратников. Более того, воздействие через фото может быть целенаправленным. С помощью применения определенных технологий с изображения можно снять не только информацию о человеке, его намерениях, но и целенаправленно воздействовать на изображенного негативно или положительно. По словам Ратникова, по этой причине в советские времена не разрешалось обнародовать фотографические изображения тех лиц, которые занимались, к примеру, разработкой и созданием новых видов вооружений. Хорошо известно, как колдуны или темные маги работают с созданными из воска или других материалов специальными куклами, мысленно отождествляемыми с человеком, на кого направляется воздействие. Работа с фотографией в этом плане гораздо эффективней, поэтому не нужно выставлять свои фотографии на показ. В чем опасность селфи? Любовь к фотографированию себя таит и другую опасность, о которой также предупреждал Борис Ратников. Фотографируя себя со всех ракурсов на телефон, со временем человек создает свой цифровой двойник, который влияет на оригинал. Как же создается цифровой двойник? Когда человек фотографирует себя на камеру телефона, то все его запечатленные параметры тела, включая рост, цвет волос, форму лица, цвет глаз, переводятся в цифру и создается так называемая информационная карта человека. Каждый новый снимок дополняет виртуальный образ недостающими чертами. Со временем число фотографий, накопленных в одном телефоне или компьютере, достигает количества, достаточного для образования цифрового двойника фотографируемого, его близнеца. Цифровой двойник начинает взаимодействовать с оригиналом. Каким будет это взаимодействие, зависит от того, с какими помыслами человек создавал свои фотографии. Если человек создавал свои фотографии с низкочастотными эмоциями, с целью позлить кого-то или чем-то похвастаться, то созданный цифровой двойник начнет входить в резонанс с эгрегором зла и создавать вокруг оригинала соответствующее пространство, притягивая в него неприятности. Если же фотографии создавались с чистыми мыслями и в обстановке доброжелательности, то созданный цифровой двойник будет помогать человеку, образуя вокруг него благоприятное пространство. Вот почему в древнем мире еще при жизни создавали портреты и скульптуры героев и воинов. Они являлись как для самого изображенного, так и для других людей. Источником позитивных эмоций возвеличивали и придавали сил тому, кто был изображен. По словам Бориса Ратникова, создать своего виртуального двойника, который будет помогать и оказывать благоприятное воздействие, можно и без фотографии. Для этого нужно регулярно создавать в своем сознании такие ситуации, в которых вы можете проявить положительные качества, мудрость, терпение, твердость и т.д. Создаваемый образ в сознании становится ментальным двойником человека, который помогает освободиться от отрицательных качеств характера. Такая целенаправленная работа поможет человеку стать обладателем тех черт характера, которым он стремится в своем воображении. А со своими фотографиями нужно быть осторожнее, чтобы не создать двойника, который будет вам вредить. Старайтесь фотографироваться немного, и тогда, когда это необходимо, рекомендовал Борис Ратников.